Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа «День люди. События». Сегодня мы говорим о событии 2 июня. 12 февраля 1955 года было принято постановление Совета министров о новом полигоне для Министерства обороны СССР. С этого постановления и началась история Байконура, носящего поначалу наименование научно-исследовательский испытательный полигон номер 5. Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. А. Днем рождения Байконура считается 2 июня 1955 года. Именно в этот день проекта космодрома Байконура и его организационной структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба. Строительство первой очереди космодрома было завершено в рекордные сроки, и уже в мае 1957 года с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева. С Байконура был запущен и первый в истории искусственный спутник Земли, в 1957 году, и первый космический корабль с человеком на борту, в 1961 году. После распада СССР космодром оказался собственностью Казахстана. Но в 1994 году Байконур был арендован Российской Федерацией сроком на 20 лет с последующей пролонгацией на 10 лет. В январе 2004 года было подписано новое соглашение об аренде космодрома России до 2050 года. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.